здравствуйте сегодня с вами хочу поговорить о машинке magic clip cordless и так вот мы видим у нас замечательная коробочка wall magic clip cordless как раз недавно сделали резать редизайн упаковки она немножко изменилась но в принципе осталась вполне узнаваемой но есть еще вот такая вот прелестная вещь да я решил приколоться и купить китайскую машинку magic clip cordless как видите она по дизайну практически полностью повторяет причем пытаются повторить по дизайну даже упаковку правда более старый вариант счет дори дизайна как видим в принципе похоже отличие разве что только по толщине немножко ну и давайте посмотрим в чем же отличие там внутри ну во первых обратите внимание китайцы пишут у нас что здесь в наборе 8 насадок давайте посмотрим что внутри итак эта упаковочка нам в принципе уже хорошо знакома внутри у нас премиальные насадки 6 штук основных и две штуки дополнительные также идет в комплекте у нас само собой зарядное устройство ну и собственно говоря машинка машиночка со всеми атрибутами magic clip cordless здесь у нас написано что это у нас именно вол машинка серия 500 5 звезд хорошо нож хорошо знакомый нам уже распиаренный с промежуточными звукчиками специально для фейда нож этот ну вот хорошо знакомая нам машинка так давайте посмотрим что же нам предлагают китайцы так упаковка опять же копирует валовскую даже такая же пластиковая штучка есть машинка в комплекте была защитная насадочка трусы только не красные оранжевые они сломались еще по дороге ко мне имеется само собой зарядное устройство и имеются у нас насадочки насадочки вовсе не 8 штук как нам обещали на упаковке нет здесь дополнительно 4 штуки нигде не прячется 4 насадочки примерно такие же как идут комплекте допустим qual super taper механизм защелка такая же да то есть пластик все в принципе тоже самое размеры стандартные 369 12 миллиметров ну или 13 точнее здесь 13 миллиметров машиночки машинки по контурам повторяют друг друга отличий в общем то нет единственное отличие у китайской корпус значительно красивые здесь какой-то простой пластик немножко под металл сделан здесь не металлика просто таки перламутр то есть больше блеска добавили китайцы выглядит посимпатичнее дальше блок питания блок питания отличается у валовского здесь у нас съемный адаптер они делают одинаковый блок питания для всех стран мира и меняют для них только адаптера для европы такой для америки с плоскими штырями там есть для англии для австралии так далее здесь у нас не съемный да ну выглядит вполне себе неплохо при этом разъем аналогичный но данный блок питания не совсем подходит поскольку у него отличается вольтаж а если глянуть то здесь у нас напряжение 4 2 вольта 2 ампера а здесь у нас напряжение где же она указана где же где же где же вот она 4 вольта 2 ампера то есть немножко завышено напряжение поэтому не рекомендовал бы от китайцам брать зарядку на вал хотя в принципе думаю ничего страшного не случится хорошо машиночки все то же самое звук очень похожий ну кстати говоря волды бежит побольше шумит китайская вибрации значительно меньше и звук потише по приятнее внезапно почему не знаю почему возможно стоит менее мощный мотор но не факт а дальше надписи здесь у нас надписи они прямо выдавлены в корпусе здесь они у нас нарисованы красочкой указано что 9 ватт здесь у нас мощность нигде не указывается ножи нож само собой не того качество более того здесь есть у нас может двигается очень мягко и плавно то у китайца он прямо со скрипом чуть ли не с хрустом конечно же на видео это сложно передать но тем не менее уверяю вас ощущение совсем не те чувствуется что обработка ножа похуже теперь давайте попробуем заглянуть что же у нас внутри для этого нам придется разобрать машинки разобрать корпус посмотреть что у нас внутри в принципе фирменную валовские машинки я уже разбирал показывал вам что же там кроется давайте заглянем еще раз и и так немного повозившись удалось мне все-таки вскрыть обе машинки внутри они как вы видите выглядят абсолютно идентично немножко отличается вот здесь вот наличием демпфера крышечки крышечки выглядят очень похоже но а если посмотреть на валовскую то она выполнена из бордового пластика а если посмотреть на китайскую то она выполнена из белого пластика ABS который снаружи покрашен то есть реально да цвет более красивый но со временем есть такой риск что все это сотрется с другой стороны никто не мешает вам когда все это сотрется пойти на какую-нибудь малярную малярную автомобильную и покрасить у маляра в любой цвет хоть в зеленый хоть в синий хоть в какой еще здесь вы можете красить можете не красить она все равно у вас будет бордовый единственно все эти надписи конечно же сотрутся как всегда умол давайте теперь посмотрим что же у нас внутри внутри мы видим двигатель внешне это все выглядит идентично давайте попробуем разобрать и здесь так после вскрытия мы видим весьма похожие двигатели давайте посмотрим на маркировку если мы найдем такого у китайца маркировка находится сразу так что мы здесь видим мы здесь видим напряжение 37 вольт какая-то маркировка пираж непонятен если снять перевернуть с другой стороны никакой маркировки у нас нет вот как то так все это выглядит если посмотреть здесь навалки движок с этой стороны никакой маркировки нет попробуем достать его с другой стороны у нас есть слабо различимая маркировочка made in china маркировка rs380s h3560 ну ни напряжение питания ни какие-то другие характеристики не указаны думаю если задаться задастся целью то можно пробить где-нибудь данные этого движка мне ни о чем название не говорит ну и последнее что хочется узнать это как же соотносится у них по емкости аккумуляторы по емкости по технологии то есть здесь и здесь заявлен литий-ион чисто внешне я вижу что да здесь литий-ион и здесь литий-ион аккумулятор поскольку стандартного типа размера 18650 это типоразмер именно для литий-ионных аккумуляторов давайте вы говорим посмотрим что у нас здесь есть из данных здесь у нас из данных литий-ионная батарея 36 вольт 220 махов это 792 ватт часа при времени работы полтора часа заявленных 90 минут работает эта машинка на полном заряде делим примерно 8 ватт на полтора получится сколько у нас чуть больше 5 ватт мощность данного мотора и давайте попробуем разглядеть маркировку на этом аккумуляторе извлекаем его аккуратненько так вот она маркировочка маркировка в общем то соответствует 3 7 вольт 220 махов то есть все то же самое время работы заявлено точно так же полтора часа у этой машинки то есть мощность тоже у нас соответствует будет тоже около 50 небольшим ватт мощности этого двигателя из по мощности двигателя одинаковые по начинке в принципе эти машинки одинаковые в электронике здесь минимум то есть я здесь не вижу никакого в общем-то управление частотой двигателя принципе здесь просто стоит контроллер заряда аккумулятора и все то есть конструкция примитивнейшая именно за счет этого достигается такая низкая стоимость оригинальный оригинальный волк вэнджи клип или волк супер тейпер беспроводных они в общем-то абсолютно одинаковые машинки отличающиеся только ножом и комплектации китаец по внутреннему содержимому машинки в общем то практически не отличается единственное непонятно чего производства аккумулятор это типичный но он им китайские в принципе я не думаю что там все прямо так ужасно и он сломается у вас за неделю думаю он послужит свое время если даже сломается всегда его можно заменить поскольку аккумулятор стандартного типа размера непонятно что за двигатель чего производства производитель здесь не указан но в принципе мотор внешний по заявленным характеристикам соответствует таковому валовской машинки в принципе вся компоновка тоже самое все тоже самое отличаются они ножами само собой китайцы всегда экономят на ножах даже не надейтесь что когда-нибудь вам попадется машинка с качественным ножом китайским ножом не будет этого никогда поскольку стали это самое сложное и обработка ска точно это самое сложное собрать из готовых моторчиков аккумулятора машинку это на самом деле весьма просто ну что я могу сказать машинка это стоит примерно в шесть раз дешевле чем это будет ли экономически оправданно ее покупать я лично сомневаюсь на мой взгляд проще купить инструмент один раз и пользоваться им пользоваться и пользоваться не ожидать подвох от него что он сломается в любой момент но если вы берете для дома но рискните хотя я бы и для дома такую машинку не взял на этом пожалуй все вот такая вот занимательная у нас сегодня была электротехника посмотрели начинку двух машинок увидели что она практически не отличается увидели что там и там устройство довольно примитивное и главное в чем отличается это конечно же нож ну и конечно же качество пластика на этом все будут вопросы спрашивайте спрашивать можно либо здесь в комментариях видео либо гораздо удобнее спрашивать у нас в контакте в контакте у нас есть группа которая называется на удивление точно так же как и этот youtube канал енот по стригом в этой группе есть замечательный парень в администрации которого тоже зовут енот по стригом можете задавать вопросы ему можете задавать вопросы на стене группы постараемся на них ответить не забывайте что такие вот замечательные оригинальные машинки можно купить на нашем сайте в нашем магазине под названием наверное вы уже догадались енот по стригом подписывайтесь на наш youtube канал подписывайтесь на нашу группу в контакте на этом сегодня все пока пока